В западной части Тихого океана, неподалёку от архипелага Марианских островов, расположилось самое глубокое место на нашей планете. Брошенный здесь воду стальной лом коснётся дна лишь через 10 минут, а для профессионального водолаза этот путь занял бы более 12 часов. Однако на деле из-за чудовищного давления и критически низких температур ни один человек не способен погрузиться на подобную глубину без специальных технических средств. Сегодня мы с тобой, используя современное оборудование, совершим путешествие в Марианскую впадину на глубину 11 тысяч метров. Познакомимся с населяющими её монстрами, а также расскажу, а точнее даже покажу за лайк, что произойдёт с человеческим организмом на такой глубине. Итак, не будем мешкать, проверим запас кислорода в баллонах акваланга и в путь. Мгновение, и мы с тобой уже плечемся в тёплой океанической воде на глубине 3 метров. Температура которой в верхних слоях достигает 20 градусов по Цельсию. Такой хороший прогрев объясняется не только расположением данного региона в тропической зоне, но и отсутствием влияния холодных потоков Северно-Ледовитого океана. Даже неподготовленный пловец будет чувствовать себя здесь относительно комфортно. Однако уже сейчас его лёгким придётся изрядно потрудиться, вбирая в себя кислородную смесь. Дело в том, что при увеличении давления внешней среды твоей диафрагме приходится прикладывать огромные усилия, дабы прогонять необходимый для выживания воздух по всему организму. По этой причине современные акваланги выравнивают давление поступающего газа с давлением водных масс, вследствие чего кислородная струя буквально бьёт по лёгким. Согласись, приятного мало. На отметке 6-7 метров находится точка нейтральной плавучести. Здесь удельная плотность тела человека соответствует плотности морской воды. И для того, чтобы двигаться дальше, ныряющику нужно использовать балластное тягощение. Проплыв до глубины 10 метров, ты столкнёшься с первыми трудностями. Частота сердечных сокращений уменьшится на треть, а уши заложит. Появятся первые искажения сенсорного восприятия, результат нарушения деятельности нервной системы. На 20 метрах от поверхности воды ты испытаешь явные признаки состояния изменённого сознания. Чувство придупится, а синаптические передачи нервных импульсов значительно замедлятся. Пульс ныряльщика уменьшится в половину, и кровь начнёт оттекать от конечностей к жизненно важным органам, вызывая парастезии и судороги. Глубину в 40 метров способны взять только бывалые и выносливые дайверы. Оказываемое на человека давление здесь возрастает в более чем 4 раза по сравнению с нормальным. И именно на такой глубине подавляющее большинство ныряльщиков переживают так называемый азотный наркоз. Угнетение высших функций ЦНС и головного мозга, наступающие в результате значительного повышения давления газовой смеси для дыхания, содержащей в себе азот. Человек испытывает состояние, сходное с алкогольным или эфирным опьянением. А интенсивность таких состояний напрямую зависит от индивидуальной восприимчивости к подобным веществам. Именно на 40-метровой глубине заканчивается бездекомпрессионный предел. То есть при подъеме аквалангиста к поверхности с более серьезных глубин, чем 40 метров, обязательно требуется сделать несколько трехминутных остановок, дабы инертные газы вроде азота, скопившиеся в тканях ныряльщика, покинули организм. Несоблюдение этих правил приводит к тяжелейшим последствиям вплоть до кессонной болезни и смерти. Глубины величиной в 100 метров и выше доступны лишь профессиональным ныряльщикам. На таких расстояниях от поверхности давление, оказываемое на человека, сопоставимо с давлением внутри паровозного котла. А азотная интоксикация сопровождается расстройствами зрения, слуха, мышления и координации. Как правило, на таких глубинах используют жесткие водолазные костюмы вместо привычного снаряжения аквалангиста. Однако известны дайверы, покорившие отметки в 200 и 300 метров. Рекордсменом стал египтянин Ахмед Габр, в 2014 году совершивший погружение в Красном море аж на 332 метра. Для сравнения, сам процесс спуска занял 15 минут, а подъем аквалангиста на поверхность целых 13,5 часов. Вполне комфортно, в отличие от нас, с тобой на этих глубинах ощущают себя представители местной фауны, тихоокеанские тунцы, большие корифены, ну и, конечно же, барракуды. Эдакие морские щуки полутора, а то и двухметровой длины. Несмотря на угрожающий внешний вид, в целом барракуды довольно спокойно реагируют на редкие появления двухногих туристов. Однако их нападения редко, но все же случаются. Результаты подобных встреч малоприятные. Острые пилообразные зубы этих хищниц могут сильно повредить артерии и вены незадачливого пловца, вызвав обильное кровотечение. Но все это не идет ни в какое сравнение с существами, обитающими еще глубже в холодных и темных просторах марианских вод. Правда, для этого придется снять водолазный костюм и пересесть на батискав. Ни один человек не выдержит даже секунды пребывания на километровой глубине. А ведь мы с тобой планируем погрузиться на ни много ни мало 11 километров. Итак, задраенные люки, мерно гудят электрические двигатели и тускло мерцает серебристый свет прожекторов. Глубина – тысяча метров. Это фактически предел для подводных лодок, после которого их корпус начинает трещать по швам и деформироваться. Человеческие легкие здесь в доли секунды жались бы до размеров перепелиного яйца, вызвав мгновенную смерть. И вот первая по-настоящему жуткая тварь – акула домовой. Эта розоватого цвета бестия с гротесным наростом на лбу и полупрозрачной кожей напоминает злобного и уродливого гоблина. Отсюда, кстати, ее другое название – акула-гоблин. Одна из интересных особенностей этой рыбы – огромная печень, на которую приходится четверть всей массы ее тела. Размеры акулы также весьма впечатляют. Крупные особи достигают четырехметровой длины, а следовательно, как и все акулы длиной более одного метра, представляют потенциальную угрозу для человека. А вот еще одно необычное создание, хотя и куда более скромное в габаритах – не более 12-15 сантиметров в длину. Рыба с полностью прозрачной головой, внутри которой отчетливо видны цилиндрические глаза, смотрящие прямо вверх. Это бочка глаз или малоротая макропина – представитель лучеперых рыб, питающийся мелкими рачками и сифонофорами, морскими сородичами пресноводных гидр. Именно защитой от стрекательных клеток сифонофор ей объясняется наличие причудливого желеобразного скафандра вместо черепа, в котором как бы плавают глаза диковинного существа. Наш батискав продолжает свой неторопливый спуск, и мы на глубине 3000 метров. Сила давления масс воды здесь сопоставима с силой сжатия челюстей нильского крокодила. Свет прожекторов выхватывает из кромешной тьмы поверхность подводных скал, густо усеянную серебристыми цветками шариками вместо лепестков. Перед нами владение хандрокладий – призрачно красивых и безжалостных хищников. Хандрокладий, или пинг-понговые деревья, прозванные так за характерный внешний вид, относятся к губкам, но по существу представляют собой колониальные системы наподобие вальвокса. Гроздя полупрозрачных шариков, неспешно покачивающихся на тонких нитях, не что иное, как скопление пищеварительных клеток, напоминающих по устройству омек и снабженных множественными крючками-зацепами. Не везучая ракообразная ли рыбешка, задев такой шарик, намертво прицепляется к нему, а затем медленно, но верно втягивается внутрь прозрачной сферы, перевариваясь на ходу. Такую вот страшную и мучительную смерть несут эти прекрасные цветы незадачливым подводным обитателям. Здесь же можно встретить угреобразных идиокантов, хрестоматийных представителей полового диморфизма. Самцы этих рыб в десятки раз мельче самок и по причине отсутствия пищеварительной системы полностью лишены способности питаться. Их единственная биологическая функция – размножение. Чего не скажешь о самках этого рода, которые помимо прямых своих обязанностей, связанных с деторождением, взвалили на свои хрупкие плечи и тяжкий рыбацкий труд. Нитеобразный усик на их нижней челюсти является собой биолюминесцентный орган, служащий приманкой для мелких рыб. Ну и как не упомянуть чудовищного облика создания рыбоудильщика? Жуткий внешний вид и внушительные размеры до полутора метра свидетельствуют о том, что в этих слоях морянских вод удильщики являются практически сверххищниками. Недаром этих созданий именуют также морскими чертями за их поистине дьявольский вид. Кстати, их атлантические собратья еще крупнее до двух метров длины и шестидесяти килограмм веса. Громадная голова зубастой пастью и удочкой светильника в носовой части явно представляла бы для нас серьезную грозу. И что-то мне подсказывает, что против этих чертей святое распятие вряд ли было бы эффективным. Но, к счастью, от этих тварей нас отделяют несколько дюймов высокопрочного сплава и непробиваемого стекла иллюминаторов батискафа. Удивительно, но более мелководные представители семейства удильщиков, не спускающиеся ниже тысячи метров от поверхности, зачастую сами становятся добычей человека. К примеру, в Японии печень морского черта из-за необычного вкуса считается изысканным деликатесом, а гурманы называют ее морская фуагра. Продолжим наше исследование морянского желоба и спустим наш батискаф на 5000 метров. И тут нам подворачивается черный живоглот, небольшая рыбешка до 25 сантиметров длиной, презрительно поглядывающая в сторону южноамериканских анаконд. Это существо способно заглатывать рыб, превосходящую ее саму по массе в 10 и более раз. Или же устрашающего вида хаулиоды, лучеперой рыбы и семейства стомиевых, лишь незначительно уступающие живоглотам в навыке пожирания крупной добычи. На их фоне двухметровые мешкороты, глубоководные представители угреобразных, выглядят настоящими гигантами. Помимо громадной пасти, мешкороты любопытны тем, что на личиночной стадии они преобразуются в лептоцефалов – огромных прозрачных угрей, которые могут остановить свою дальнейшую трансформацию и вполне нормально размножаться, проживая оставшуюся жизнь в форме гигантской личинки. На глубине 8000 метров позвоночные организмы практически перестают нам встречаться. Неудивительно, ведь давление, оказываемое здесь на живой организм, в три раза превосходит давление гидравлического пресса. Но и тут умудряются жить лучеперой рыбы, например, виды Абисо-Братула, отряда ошибнеобразных и псевдолепарис из семейства лепаровых, также известный как морской слизень. Рекордсмены среди всех глубоководных рыб, обитающие на глубинах до 8,5 километров и питающиеся рачками и многощетинковыми червями. Компанию им здесь составляют осьминоги Гримпотептис, небольшие говолоногие размером до 20-30 сантиметров, особенностью которых является заглатывание добычи целиком, явление ставшее уже традицией для многих обитателей нижних ярусов Марианской бездны. И, наконец, глухой стук металла о морское дно. Мы с тобой на глубине без малого 11000 метров. Здесь царит беспросветная ночь, температура воды колеблется от 1 до 4 градусов, а давление превышает атмосферное в 1071 раз. Открыть сейчас люк батискафа и выбраться наружу – идея не из лучших. Миллионы пузырьков газов, содержащихся в твоей крови, лимфе и тканях, жались бы до состояния жидкости, вызвав мгновенный коллапс органов тела. Мало того, в такой ледяной воде человек сможет прожить не более 15 минут. В этих чудовищных условиях как-то выживают лишь ксенофеофоры из надсемейства фораминифер, напоминающие громадный хомеб до 10 сантиметров в диаметре. Амфиподы, небольшие похожие на креветок рачки-падальчики, допитающиеся планктоном морские огурцы галатурии. Человек же способен заглянуть в такую бездну лишь с использованием сложнейших технических устройств, наподобие нашего с тобой батискафа. Да и то лишь на несколько часов, покуда позволяют запасы воздуха и заряд аккумуляторных двигателей. А вот написать комментарий под этим видео и нажать на колокольчик никому точно не составит труда. И когда в следующий раз отдыхая где-нибудь на море, ты решишь совершить подводное приключение, не забудь рассчитать свой запас сил. Ведь помимо спуска есть еще и подъем, а объем кислорода в твоих легких отнюдь не безграничен. Субтитры создавал DimaTorzok